Пьер Гасли пока явно не оправдывает ожиданий Red Bull. Однако и Квят еще не доказал, что готов заменить француза. В двух первых гонках сезона Пьер Гасли набрал 4 очка, в то время как его напарник 27. Он единственный из пилотов топ-команд, кто ни разу не выходил в Q3 в этом году. Для француза переход в Red Bull вообще начался с двух аварий на предсезонных тестах и последовавшей критике. В Австралии Гасли по вине команды не вышел из первого сегмента квалификации, но в гонке тоже смотрелся вяло и уступил в очной борьбе Даниилу Квяту, который выступал на заведомо более слабой машине. Перед вторым этапом Пьер признался, что не может совладать с автомобилем. «Мне пока трудно понять, как далеко я могу зайти с этой машиной, потому что ее постоянно срывает в непредсказуемом направлении», — рассказал гонщик. «Максу сейчас гораздо комфортнее за рулем, а мне нужно больше работать с инженерами. С самого начала уикенда в Бахрейне мне трудно за рулем этой машины, особенно с ее задней частью. Мы много всего перепробовали, но это не помогло. Много пробуксовки, и она возникает непредсказуемо. Она просто не едет так, как я хочу». С новыми более мощными двигателями «Хонда» нужно пересматривать аэродинамическую концепцию. Пока же машина работает эффективно лишь в узком диапазоне условий, тем не менее Ферстопену удается ее в нем держать, а Гасли нет. Путь Пьера в «Формуле-1» во многом схож с началом карьеры Даниила Квята. Как и россиянин, Гасли прошел с «Рэдбул» молодежной серии, дебютировал в «Тора Росса» и перешел в основную команду, когда в ней внезапно освободилось место. Квят в итоге продержался полтора года, после неудачи в Сочи Даниила понизили до «Тора Росса». В случае слабых результатов в ближайших гонках француз рискует оказаться в том же положении. Правда, стоит учесть, что в 2016 году роль сыграло то, что на подходе был Макс Ферстопен, главная надежда концерна. Маловероятно, что Хельмут Марко горит желанием поставить Квята обратно в «Рэдбул», но если Гасли продолжит сильно уступать Ферстопену, австриец может пойти на такие дисциплинарные меры, чтобы Пьер не расслаблялся. Да и не солидно, когда гонщик «Рэдбул» болтается во второй десятке. Чтобы Квяту получить повышение, одних неудач Гасли будет мало, Даниил сам должен блистать на трассе и опережать партнера по команде. Пока же счет не в пользу россиянина, как в квалификациях, так и в общем зачете. В Австралии Квят смотрелся неплохо и при старте с 15-го места пробился в очки. Но в «Бахрейне» Даниил выступил куда скромнее. Да, гонка изначально была испорчена операционной ошибкой в квалификации, когда механики по ошибке поставили Квяту использованные шины вместо свежих, однако и сам гонщик не был безупречен, ужасный старт и сомнительный контакт с Джовино Цецеем. Для сравнения Гасли год назад в «Бахрейне» финишировал на невероятном четвертом месте, и именно этот результат потом часто припоминали боссы «Рэдбул», комментируя повышение Пьера. Перед стартом чемпионата на российского гонщика ставили как на лидера Тора Росса, у него больше опыта, он уже доказал, что может быть быстро. Однако Александер Албан далеко не такой простой напарник, как может показаться. В картинге Албан побеждал Ферстаппина и Гасли, а в «Формуле-2» в прошлом сезоне выступал на одном уровне с Джорджем Расселом и Ландо Норрисом. На большинстве трасс Квят должен быть быстрее новичка, но мальчиком для битья он не будет. Следующая гонка пройдет в Шанхае, где Квят три года назад стоял на подиуме, а вот после него последует Баку, в Азербайджане Даниилу прежде не очень везло. Предполагается, что в «Формуле-1» не дают вторых шансов, но только в «Тора Росса» Даниилу дали уже третий, возможно, второй скоро представится и в «Рэдбу». Зачем это Милтон Кейнцу? Во-первых, в условиях отсутствия конкуренции внутри команды рискует потерять форму Макс Ферстаппин. Во-вторых, пока обратная связь Гасли с командой не так эффективна, как могла бы быть в случае работы с Квятом, и это довольно важный аспект в условиях необходимости доработки машины. В-третьих, россиянин уже поднимался на подиум и обладает более обширным опытом, чем Гасли. На руку в нынешней ситуации играет и то, что у «Рэдбул» сейчас нет готового к «Формуле-1» пилота. Ближе всех к этому подошел Дэн Тиктум, но у британца по-прежнему недостаточно баллов для получения суперлицензии. В любом случае, на данный момент Даниил Квят – самый опытный актив команды. Было бы логично обратиться именно к нему, если неприятности Гасли продолжатся. Но сначала россиянин должен убедить, что достоин возвращения.